Всем привет! Меня зовут Лиза, вы на канале Лиз по Лиз, и сегодня будет необычное видео, точнее оно обычное, потому что вы все знаете такую рубрику как лайки, и мне почему-то очень захотелось их снять, возможно, я буду их снимать регулярно, ну точнее периодически. Не очень часто, потому что, мне кажется, каждый месяц, как, например, снимала Катя Клэп, у меня не получится, но напишите в комментариях, кто смотрел такую рубрику у Кати Клэп, и в этом видео я покажу как раз-таки всякие штуки, особенно это будут косметические штуки, ну, наверное, не только, не знаю, может быть, что-то еще покажу, которые мне нравились в последнее время, которые я часто использовала, которые мне хотелось использовать. Как там она говорила? Рубрика, в которой я показываю вещи, которые я любила и обожала на протяжении предыдущего месяца. Она, по-моему, так говорила, не помню. Вот, я обожала их смотреть, и я не буду снимать каждый месяц, и это вот сразу вам говорю, но, если хотите, могу периодически снимать. Например, вот продукты, которые я покажу, некоторые из них я использую уже давно, больше года, но они остаются моими любимыми до сих пор, и до сих пор я их использую. И давайте, наверное, начнем с ароматов. Ароматы, которые я вам покажу, я использую как раз-таки очень часто, именно в последнее время, то есть, типа, последний месяц. Ну, почти, давайте я вам сейчас расскажу. И первый аромат это Death & Decay от Lush, конечно же, потому что я часто пользуюсь в основном ароматами от Lush. У меня есть кое-что, что я вам покажу, не от Lush, но очень много от Lush. У меня большая коллекция. Кстати, вот здесь видео о моей коллекции ароматов от Lush. И это вот такой парфюм с очень интересным названием Death & Decay. И на самом деле, он только недавно мне приехал, но я уже им обливаюсь. Он в магазине стоит довольно дорого, и я купила его на ebay. Ну, не на ebay, короче, на британском авито, по-моему, намного дешевле. И это был полный новый флакон, но единственное, что в дороге откололся здесь кусочек. Хорошо, здесь стекло толстое, поэтому как бы парфюм сам не пострадал. Но обидно, конечно. Несмотря на то, что у него такое название, этот аромат для меня ассоциируется напрямую с сиренью, с лилиями, с ландышами. В общем, с белыми цветами. И это мой один из самых любимых запахов. Я обожаю эти цветы. Я обожаю запах сирени. В составе здесь и ланг-и-ланг, тонка, жасмин и роза есть. И это прям вот сейчас, весной, использовать, пока цветет сирень везде, идеально. И вообще лучше, конечно, когда вам не хватает запаха сирени, а вокруг ее нигде нет, то он вам создаст эту атмосферу. Но, как бы, мне пофиг, я использую. Вообще, на весну он просто потрясающе заходит. Но, я, кстати, заметила, что у меня краснеет от него нос. Мне кажется, какая-то мини-аллергия у меня. Поэтому я, когда пшикаюсь, я не дышу. Вот так. Я дышу ртом и кашляю. Я пшикнула себе не в рот, чтобы вы понимали. Но пары этого парфюма так сильно разносятся, что он попадает в дыхательные пути. Мне кажется, я помираю. Я не знаю, почему, но у меня только от этого парфюма так. Хотя в составе здесь нет ничего такого, что кумарин может. Кумарин. Я просто не часто вижу в парфюмах лаж кумарин. В общем, я снимала в телекрам-канал видосик с распаковкой всяких покупочек с себя. Можете перейти посмотреть, подписаться заодно. И там видно, как у меня жутко покраснел нос, когда я пшикнула на себя эти духи. Но я от него балдею, ребят. Просто, просто попробуйте. Следующий парфюм, который я вам покажу, это тоже от Lush. И это Hairdresser's Husband. Его я люблю всегда. Просто не всегда использую. И сейчас я поняла, что, боже, как круто он весной раскрывается. И летом тоже, конечно же. То есть в теплое время года. Потому что это лимон с ванилью. Самый натуральный, самый сочный ваниль, с самой вкусной ванилью. Я вот уже столько подрасходовала. Точнее, нет. Я не столько израсходовала вру. Я делала от Levante. Потому что я продаю от Levante всяких вот этих своих ароматов. Всей своей коллекции Lush. У меня очень много всего. Тоже переходите в телеграм-канал. Там ссылочка на Авито. И он, зараза, очень дорогой. Но очень вкусный. И очень нестойкий. Цена вообще не оправдана. Ну, как бы... Нет. Именно вот вкусность этого аромата, да. Может быть, ценой оправдана. Но стойкость вообще никакая. Хотя я проходила, мне кажется, несколько часов. Я пахла этим парфюмом. Я ходила в зал. То есть я час ехала в зал. Там вещи у меня просто лежали в сумке. Потом я ехала домой час. И я все еще чувствовала этот аромат. Он просто пах на весь салон такси. Короче, я его обожаю. Хочется им обливаться. Жаль, что это не спрей. А именно духи. Еще и такие дорогие, зараза. А в России они вообще стоили 17 тысяч, ребят. 17 тысяч духи. Ну, для, на самом деле, всякой нишевой парфюмерии это нормально. Но у Lush просто куча ароматов намного дешевле. И это один из самых дорогих ароматов. Но Lush Russia просто завышали цены, конечно. Я понимаю это. На ebay я могу их найти за 50 фунтов. То есть в два раза дешевле. Вообще они, по-моему, стоят 150 или 125. По-моему, так. 150, наверное. Не помню. В общем, да. Где-то так. Выше сотки. А этот я купила, когда Lush Russia закрывались. И они снизили цены. И этот парфюм стоил 12 тысяч. И я через знакомых купила со скидкой за 6 тысяч. То есть, типа, за 6 тысяч я считаю это подарок. Просто подарок. Следующий парфюм это Junk. Junk я использую постоянно. Junk это просто мой любимчик. На каждый сезон. Каждый день. Я могу использовать его в любое время. Могу использовать каждый день. Я могу им обливаться. И он не надоедает. Я не знаю, как так. Но он реально не надоедает. У меня уже, конечно же, половина осталась. Может, чуть-чуть больше. Но вообще половина, скорее всего. Это один из самых крутых ароматов, который просто подойдет большинству людей. Потому что он не едкий. Он не навязчивый. Он не душит. Он такой фруктовенький. Он легенький. И при этом сладенький. И при этом он стойкий. Он пахнет смородиной. Смородиновым листом. Смородиновым чаем. Смородиновым лимонадом. С розмаринчиком. Лаймом. Лимоном. Шалфеем. Очень сладкий. Фруктовый. Ну, не очень сладкий. В плане того, что он, типа, сладенький. Насыщенный. Но не притомный. Такой фруктовый. Легкий. Ягодный. Сочный. Такой... Очень вкусный. Просто как реально. Вот какой-то смородиновый лимонад с розмарином и лаймом. И мяткой немножко. Мятка там вдалеке. И он лучше всего раскрывается в холодное время года. Он шлифит. Ну, не время года вообще. Даже если это летом. Но это холодная погода. Например, дождь. То есть прохладно на улице. Так зябко немножко. Уже тогда можно его использовать. Он будет более стойкий. Он более шлейфовый. Более вкусный. Вы будете чувствовать его на себе. Люди на вас будут его чувствовать. Не знаю вот как так. Но я заметила, что в холоде как раз таки он раскрывается лучше всего. Поэтому заметочку. Если вот те предыдущие парфюмы в 30 мл не купить. Только сотки. То этот можно в 30 мл купить. Так что, как бы... Дальше парфюм Vanilla. Я, конечно, периодически его использую. Что-то в последнее время тоже проперла на него. Очень люблю Vanilla. Который пахнет ванилью и жасмином. Ребят, прекрасное сочетание. Я в шоке. Ваниль. Ну, это прям выпечка какая-то вкусная. Хотя я не люблю гурманские запахи. Но он не совсем прям гурманский. То есть он прям цветочный. Особенно бело-цветочный за счет жасмина. Я обожаю белые цветы. Особенно с жасмином. Вы знаете, да? Сочетание ванили и жасмина потрясающе. Очень вкусный. Правда сладкий. Такой вот. Такой вот изящный. Такой женственный. Даже немножко восточный. Очень вкусный. Тоже как бы всем советую попробовать. Ну и последний аромат на сегодня. Это вот такой спрей от Lush. Который недавно мне приехал. Это в коллаборации с Шреком. У них был выпуск. Собственно, видите, да? Здесь, короче, это фиона нарисовано. И в темноте он светится другим контуром. В общем, я вам вставлю фотку. Он поэтому так и называется. By night one way, by day another. То есть ночью одна, днем другая. Он пахнет лаймом. Он пахнет сочными фруктами. Больше, конечно, дыней. Здесь в составе есть манго. Но пахнет он дыней. Яблоком, лаймом и травой свежескошенной. А еще огурцами. Да, вот такой вот он свежий, сочный, зеленый, вкусный. Хочется его выпить. Освежает очень хорошо. Прямо летом в жаркое время, думаю, будет супер его использовать. Но знаете, что я заметила? Что если его постоянно использовать, он надоедает. То есть мне нравится его использовать. Я могу его в свои фавориты как бы вставить. Но надоедает все равно. Минусик есть. Не знаю, как так. У них же еще гель вышел, фиона, с таким же запахом. Вот. Я еще гель иногда моюсь. Может поэтому. Не знаю. Ну да. Он немножко приедается. Хотя он совсем не душащий. Он не тяжелый. Он легкий. Но как-то вот так вот вышло. А, забыла, вам еще один парфюм покажу. Это уже не от Lush. И это вот такой вот Zarka Parfum The Muse. У меня флакончик Tester, потому что я купила у подруги с рук остаток. Потому что мне понравилось. И когда он закончится, мне кажется, что я куплю себе еще один полный. Потому что он мне очень нравится. Да, да. Я знала, что мне нравятся запахи чистоты. И как раз вот он входит в эту категорию. Именно тот запах чистоты, который я обожаю. Такое аж хрустящего, выглаженного, ну точнее, выстиранного белья. Запах хлопка. Запах порошка. Такого, что аж вот, аж как будто пузырьки в нос попадают. Мыло. Мыло душистого. Очень прям напоминает. Мне очень нравится. Конечно, в нем есть нотка какой-то сырости, какой-то землистости. Но он все равно абсолютно чистый. Эльдегидный вроде это называется. Порошочный, мыльный. Все, как я люблю. И самое главное, что он стойкий. И начнем мы, пожалуй, с того, что у меня заканчивается. Во-первых, это вот такая вот, вот такой вот кремшик от Celimax. Я обожаю бренд Celimax. Он мне супер-мега на 100% подходит. Хотя нет, было одно средство, которое мне не очень понравилось. Мне ничего просто от него не было. Просто не понравилось. Вот. Это крем из линейки с нони, с экстрактом нони. У меня уже заканчивается. Я куплю себе еще один. У него консистенция вот такого бальзама. То есть он легкий. На самом деле очень приятный, очень гладкий. Классно наносится на лицо. Быстро впитывается. И при этом он достаточно увлажняет. Учитывая, что у меня кожа чуть-чуть больше склонна к сухости именно. Просто потрясающий крем. Обожаю его. Молюсь на него. Серьезно. Дальше заканчивается у меня умывашка Целимакс. Тоже другая их линейка. PH балансинг. Скорее всего это вот баланс. На баланс кожи. Из этой линейки у них гидрофилка. И еще одно средство из этой линейки. Я сегодня забрала с Валберис. Купила себе вот такой вот крем. По поводу пенки. Очень классная. Я куплю ее еще раз. Потому что она мне супер подходит. Она не сушит, не стягивает лицо. Хорошо очищает. В общем, все, что мне нужно. Потому что мне все время пенки сушат кожу. Конечно, мне все сушит кожу. Но что-то прям сушит очень и стягивает. А это просто типа очень деликатно очищает. Не до скрипа. Не высушивает, не стягивает. Блин, я уже повторяюсь. Ребят, короче, попробуйте. Офигенная пенка. Честно вам говорю. Вот честно. По поводу этого кремушка. Я его только один раз сегодня протестировала. Это крем осветляющий для кожи. То есть он выбеливает. Ее немножко выравнивает тон. У меня как раз куча пигментных пятен. У меня там где-то покраснение. Короче, неровный зон лица. Он немножко бледненький, серенький. Хочется его всегда высветлить, делать более свежим. Я заметила, что он действительно высветляет. Мне пока что нравится. Да, я вставила его в фавориты, не попользовавшись. Только один раз. Просто сама суть его. Мне очень нравится то, что он выбеливает. Я просто когда узнала о нем, я сразу такая, все, я хочу. Очень хочу. Узнала, конечно, я его от Данайи. Я уже написала о нем пост в своем телеграм-канале. Заходите обязательно. Дальше у меня заканчивается лошек. Вот такой вот. Желе для губ. Вообще-то это маска, бальзам для губ. Но вот она выходила на Новый год, была лимиткой. Я бы хотела, чтобы такое ввели в постоянку, потому что это классное средство. Я использовала его больше года. То есть мне хватило его на год, постоянного использования, даже на полтора, скорее всего. Вот у меня даже еще там осталось на краешках где-то. И если бы можно было, я бы купила его еще раз, потому что мне очень нравится его текстура. Мне очень нравится, как он увлажняет губы, сглаживает их. Если вы не любите яркие запахи, вам, может быть, и не понравится. Пахнет он Баблгамом Барбарисом. Это их классическая серия Snow Fairy. Может быть, вы такую знаете. Очень вкусный, сладенький запах. На губах он тоже довольно сладенький. Но, опять же, это может не всем понравиться. Он у меня даже просрочился, ребят. Но я все равно им пользуюсь. Потому что я могу. Что вы мне сделаете? Повторно куплю обязательно, когда будет можно. Вообще, можно купить его, перекупить с ebay или с других сайтов. Там есть более свежие версии. Потому что я покупала в позапрошлом году. А он еще в прошлом выходил. Но надеюсь, что его выпустят в следующем году тоже. Ну, то есть, в конце этого года. Не хочу думать о том, что год закончится. Скоро опять зима. Наслаждаюсь летом. Я так ждала лето и весну, что, пожалуйста, пусть она не кончается. Хотя жара уже настала. Да. В комнате уже жарко. Следующее средство просто потрясающее. Я хочу себе полноразмерку. И это сэнскрин от Tokobo. Вот так он выглядит. Он на такой голубенькой упаковочке. Ребят, защищает он хорошо. Потому что я уже наслышана об этом. То есть, сама проверить это не могу. Я просто верю на слово. Но как он пахнет? Он пахнет, как цветочный магазин. Как тюльпаны. Как свежесрезанные цветы. Вот эти стебельки. Короче, как цветочный магазин. Еще у него очень жидкая текстура. То есть, вы когда наносите, например, на лицо, он прям течет. Она прям реально водянистая такая. Но из-за этого как раз-таки очень приятно наносится. Очень приятно ощущается на коже. Запах просто реально цветочный магазин. Хотя бы ради запаха его стоит купить. Но так-то он классно работает. Поэтому почему бы и нет. Он на химических фильтрах вообще потрясающий. Ребят, советую. Убедите. От него не щипет кожа. Но единственное, что иногда если с ним переборщить, он может немножко скатываться. Но вы не переборщивайте. Дальше снова два продукта. Целемакс. И они из одной общей линейки для чувствительной и сухой кожи. Вот так они выглядят. У них серенькие этикеточки. Если вы знакомы с этим брендом, то вы знаете. Особенно вот этот тонер. Напишите в комментариях, у кого он тоже есть. Он был на хайпе. Не так давно. В хайпе еще не спал, мне кажется, даже. Хотя ужас падает. Но в целом, этот тонер просто потрясающий. Вы скажете, Лиза, а зачем нужны тонеры? А я не знаю. Кто-то говорит, чтобы восстанавливать пиаш кожи. Кто-то говорит, что восстанавливать пиаш кожи вообще не надо. Он сам восстанавливается. Я склонна верить, что он сам восстанавливается. Но мне после умывания очень хочется что-то нанести легкое, водянистое, увлажняющее. И потом сверху кремик. И вообще, кремик по влажному лицу распределяется намного лучше, чем по сухому. Для сухого лица крема нужно много. И из этого мне приятно им пользоваться. Мне нравится им пользоваться. И почему я пользуюсь им каждый день? Иногда два раза в день. То есть я его обожаю. Когда он у меня закончится, я обязательно куплю еще один. Потому что это классно. Он такой, знаете, молочного цвета. Это кремовый тонер. То есть как будто бы тоник, тонер обычный, водянистый, смешали с кремом. И получается это как жидкий такой водянистый крем. Для сухой кожи прям супер подойдет. Особенно на лето, мне кажется, вообще кайф. Не реклама, ребят, ничего из этого, к сожалению. Но очень классное средство. Это я просто обожаю. Просто. Он еще и сияние здоровой кожи придает. Ну и, собственно, вот этот кремик из этой же линейки. Это более такой густой крем, нежели вот этот с нони. Вот эта текстура прям чуть пожирнее, погуще. И я его использую только на ночь, потому что, ну, жирновато. Особенно, ну, вот сейчас, когда тепло, лето, жирновато. Но мне нравится его дозатор. Смотрите, вот эта пипочка. Мне очень нравится. Очень удобно им пользоваться. Но иногда сложно выдавить. Иногда прям нужно прям давить, силу прилагать. Тоже приятная текстура, тоже классный крем. Тоже могу советовать. Дальше вот такой крем для рук от La Roche-Posay. Это цикопласт. Он подходит для рук, склонных к дерматиту, к раздражениям, к чесоткам вот этим. Ну, в общем, больше для дерматита. На самом деле я использую не только для рук. Иногда мажу где-то, где мне нужно. Там где-то у меня чешется, где-то раздражена кожа или она сухая. Вот. Я могу нанести. Там и локоточки можно нанести. Очень классная текстура. Такая, как будто бы немножко силиконовая. И действительно мне это помогло. У меня вот здесь вот постоянно были раздражения. Такие вот дерматиты, в общем, были. Все. Все прошло, причем очень быстро. Он реально с этим помогает. Я реально могу советовать. Вообще крутое средство. Я хочу такое для всего тела. Но, по-моему, у них нету такого. И если есть, то только в маленьких баночках. В таких же тюбиках. А мне нужна вот такая вот банка. Вот такая банка. Это, кстати, крем сэм. Сэм. Угу. С авокадо. Хороший крем, но, конечно, это не самый лучший крем в моей жизни. Нормальный, обычный. Но фавориток он у меня не стоит. Хотя я его уже допользовала, причем очень быстро. Чуть ли не за месяц или за два. И последнее средство по уходу. Это тоже атлаш. Такой вот кондей. И такой вот скрабик. Есть еще скрабик. Короче. Не обязательно этот скраб. Но обязательно сахарный скраб. Потому что у меня закончился скраб из коллекции с Барби. Атлаш. Такой розовенький. Это вот интергалактик. Он в китченбоксе попадался. И мне очень нравится их текстура. Она очень удобно наносится. То есть она очень густая. Она прям такая как твердая. Просто отщипываешь. Как пластилин такая штука. Она с сахаром. И вот наносишь на тело. Ничего не разваливается. Ничего не теряется. Все удобно. Все прекрасно. Хорошо скрабирует. Еще пахнет потрясающе. Вот этот пахнет мятой. Барби пах какими-то конфетками. А еще у него классная этикетка. И классный цвет. А этот кондиционер. Мне очень нравится своим запахом. Потому что он пахнет фиалкой. Как шампунь у них был фиолетовый. Тоже пахнет фиалкой. Часы называется. И вот. Я уже, кстати, израсходовала половину. Знаете, очень классный запах на волосах держится. Довольно хорошо кондиционирует. Я вообще поняла, что мне не совсем подходят средства от лаж для волос. Но вот этот конди неплохой. Правда. Ой, очень нравится его запах. Прям реально. Даже немножко с какой-то вишней. Но больше, конечно, это фиалка. Если вы знаете, как пахнет фиалка, это оно. Он не окрашивает никак волосы. То есть он не тонирующий. Он просто такого цвета. Ярко-синего. Очень красивый цвет, между прочим. Я вся такая здесь синяя. У меня тут маечка синяя. Фон синий. Что-то проперло. Все. А теперь переходим к декоративной косметике. И первое, что я покажу, это две вот таких вот помадки от L'Oreal. У меня оттенок 540 и 346. Сейчас, кстати, на губах у меня оттенок 540. Давайте. Сейчас подкрасим. У них очень приятная кремовая текстура. И при этом они все равно матовые. Они не сушат губы. Они немножко ощущаются на губах, но они очень приятно наносятся. Просто обожаю. Вот этот вот более красный. Вот так он выглядит. А этот такой кирпично-терракотовый, но тоже он с краснинкой. На контрасте этот выглядит... О, кстати, вот этот заканчивается, прикиньте. Точнее, больше я его использую, чем вот этот. Или как так? А, нет, это иллюзия. Вот так надо смотреть. Хотя нет, видно, да, что я подпользовала вот этот больше. Мне нравятся их упаковки. Они такие эстетичные. Они такие удобные. Мне нравится, что они такие узенькие, тоненькие, как сигареточки. Ну, как бы, это сравнение мне, конечно, ни о чем не говорит, потому что я не курю, не люблю. Но вот они просто очень удобные, очень красивые, очень приятный материал металлический. По-моему, 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 это металл. Нет, это пластик, как не металл. Да, это просто плотный, прочный, качественный пластик. Они стоили где-то по 600-700 рублей. Но они стоят своих денег. Прям советую. Вот эти оттенки, они теплые, но там есть и вроде бы прохладнее. Хотя, не знаю. Я хочу еще каких-нибудь цветов. Вот у меня как раз на губах 540, как я вам уже сказала. Красиво. Я считаю, да. Дальше это тоже средство для губ. И это вот такие вот блески от Essence. У меня прям целая линейка. Здесь пару штук не хватает, только они у них вообще разные, с разными запахами, с разным оттенком. Ну, все практически бесцветные. Просто, например, есть вот такой вот. У него есть немножко красноватый оттенок. Он с гранатом. Наверное, он один из моих самых любимых. Есть вот такой с... Что-то написано-то. Баунти Баблгам. Прыгающий Баблгам. И он, в общем, с блестками внутри. На губах это не сильно видно. И такой тоже немножечко оттеночный. Но тоже еле-еле видно. Вот этот вот прозрачный получается. По-моему, там нет блесток. Ну, нет, есть какой-то перламутр. Это у нас... Что за запах? Lovely Raspberry. Оттенок 02. Дальше. Это Петахая. Кстати, а ну-ка, надо понять. Там с кокосом у них вроде какой-то есть. Ну да, что-то такое... Что-то такое непонятное. Вот. Тоже прозрачно абсолютно. И последний блеск, который я недавно забрала с Wildberries. Это вот такой вот черный. У них вышел новый черный блеск. Я так его хотела. Когда я впервые увидела, что у них выходит такой блеск. Я такая думаю, боже, как купить? Хочу купить. Хочу блеск. Вообще, они все очень недорогие и очень качественные. И прекрасно выглядят на губах, как жидкое стекло. Я вам всем советую не тратиться, а вот купить вот эти блески. Они еще увлажняют. Ну, то есть, я не знаю как, но на губах они мне немного увлажняют губы. И выглядят просто потрясающе. Стоят 100 рублей. 150 максимум. Ну, то есть, типа, это прям очень дешевые блески. Ну, вот этот, конечно же, на Wildberries я купила почти за 500 рублей. Или не почти, а за 500. Ну, вообще, да. Потому что он редкий. Пока что он не вышел на рынок. Ну, точнее, на русский рынок полностью. Только на Wildberries где-то там, может быть, на маркетплейсах можно найти. В магазинах я пока что его не видела. Если вы видели в магазинах вот этот черный блеск, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я купила, блин, его за 500 рублей. И когда я его открывала в пункте ПВЗ, я этим лезвием, ножом канцелярским, я открывала упаковку. Он очень сложно открывался. Ну, типа, упаковка сложно разрезалась, потому что нож у них все время тупой. Но каким-то образом я порезала вот здесь вот упаковку. Посмотрите. Где? Чего я вам показываю эту сторону? Вот эту. Здесь я порезала вот так упаковку. Я заклеила ее скотчем. Сказать, что я расстроилась, я еще ничего не сказала. Я так расстроилась. Казалось бы, да, ну, просто блеск. Просто 500 рублей. Ну, купила бы еще один. Но, ребят, я так его ждала, я так его хотела, так была ему рада. А он вот такой вот гад. Точнее, это не он гад. Это гадские эти канцелярские ножи, которые кажутся тупыми. Но нифига вскрыть тебе пузо могут. И он пахнет какой-то смородиной, ежевикой. Называется он I'm Allergic to Color. Тринадцатый оттенок. Какой-то черникой, ежевикой, ягодками, в общем, пахнет. И он такой... Он не прям черный на губах, ребят. Давайте я нанесу. Заодно сменим немножко образ такой. Вот немножко глянцевые губки. В общем, да, засрала, конечно же, все. Сладенький, конечно, на губах. Мне не нравится сладость на губах. Я вам уже рассказывала про этот бальзам от Lush, что он сладенький. Но, честно говоря, я не люблю, когда бальзамы со вкусом каким-то. Запах, да, вкус нет. Короче, я его хотела только из-за того, что он просто черный. А еще в нем есть маленькие блестки, конечно, но их не видно все равно. Ну, просто как факт, что у меня теперь есть такой блеск. Следующее средство для губ. Давайте перейдем, да. Это наш русский бренд. Arrive. Вот так вот. Посмотрите. Это, короче, матовая помадка в корейском стиле Soft Made Lipstick в оттенке 0909 Grand Passion. Он такой красненький с теплинкой, такой немножко кирпично-морковный, но красный. То есть он на самом деле тушуется в нейтральный. Его можно использовать не только для губ, но и для щек. Вот и сейчас у меня на щеках этот вот, эта помадка. Она такая матовая, велюровая, такая вот бархатная. В корейском как раз стиле. Здесь большой, видимо, объем. Я не знаю, какой объем. Мне кажется, большой. Вот. И очень пигментированный. То есть мне достаточно маленькой капилюшечки, чтобы сделать себе румяна. Так что да, можно вообще везде наносить. Очень классный цвет. Он мне подходит. Потому что, как оказалось, что мне холодные не подходят, а подходят теплые. Ну, не важно. Это уже для другого видео. А еще он классно пахнет виноградиком. Следующее средство уже для глаз. И тоже от бренда Arrive, от этого русского. Это вот такие две тенюшечки в оттенке W и оттенке X. Во-первых, посмотрите упаковки какие. Во-первых, они очень качественные. С качественного пластика. Приятные на ощупь. Soft touch. Такие прозрачные, но матовые. Очень стильно выглядят. И такие вот необычного такого размера, формы. Мне кажется, это вообще круто. Вот такие оттенки. Зеленый и голубой. Это спарклы. Очень красивые. Очень. Я в восторге. Я когда их посвочила в магазине, я поняла, что мне точно надо. Я хочу еще каких-нибудь оттенков купить. Но вот это, это просто восторг. Особенно вот этот, конечно. Мне больше нравится, потому что я люблю зеленый цвет. Ладно, давайте, ладно, давайте. Покажу вам swatch. Уговорили. Видно что-то вам? Так, давайте поднаслою. Мне кажется, кажется, что вот у голубого был какой-то верхний слой напыления, потому что сейчас он стал меньше сиять, когда я его подиспользовала немножко. Видите? Только зеленый сияет. Но все равно он очень красивый. Блин, да. Может быть, реально напыление было. Обманули! И так, как, знаете, как раскладушка. Холоп. Прикольно. Тут магнитик у них, по-моему. Нет, не магнитик. Это у них... Нет, не магнитик. А что? А как они так закрываются? Давайте дальше. Средства для глаз. Это вот такие однушки-тенюшки, которые у меня сейчас на глазах. Блестяшки. Спарклы. И еще даже на щеках. Давайте вот так вот сделаю. От Artvisage. Тоже классная упаковка. Конечно, не такая качественная. Все-таки они дешевле стоили. Ну, хотя не намного. Вот эти 400 рублей, а эти 300. Как-то вот так. Это оттенок 31. И он вот такой вот зелененький. Он немножко затерся, но он все еще потрясающе работает. Потрясающе сияет. У него зеленые и желтые блестки. То есть они такие теплые. Мне кажется, ну, видно, да, о чем я говорю. Блин, очень классные. За такие деньги, ребята, идите покупайте. Там есть разные оттенки, но вот этот, мне кажется, самый крутой. Остальные. Там есть, короче, бирюзовый, лавандовый, еще какие-то. Бирюзовый, лавандовый. А лавандовый, они с подложкой цветной. А этот без подложки. Я люблю без подложки, когда. Вот следующее средство для глаз. Так, а, вот такая палеточка от Love Generation. И у него тоже классная упаковка. Она без защелки. Без защелки. Понимаете, да, о чем я? В общем, вот такие вот спарклы. Дуохромы, точнее, это больше. Да, это дуохромы. Конечно, не все из них прям потрясающие. Особенно некоторые, как оказалось, с верхним слоем классным. А потом стали какими-то меловыми, порошочными. Но мой самый любимый, это, конечно же, вот этот зеленый. Вот этот классный, но у него есть немножко какая-то цветная подложка. Вот этот, вот этот тоже неплохой. Вот этот слабенький, хотя он миленький, но слабенький. Там еще есть одна палетка, где оттенки потемнее. Но я выбрала эту, потому что я люблю, когда они посветлее. Короче, без подложек. Так что тоже могу советовать эту палетку. Дальше средство, которое я обожаю. Конечно, это последние дни я его не использую. Но очень люблю использовать. На самом деле, это вообще потрясающе. И это будет в моих лайках отдельное ему тут место. Это от Influence Beauty. Это палетка Aqualiner. Смотрите прикол. Ноль. Они только водой активируются. Ими можно рисовать стрелочки, линии, вообще что-то рисовать на лице. Здесь такой вот шампань. Синий. Золотой, зеленый, такой бронзовый. И фиолетовый. Конечно, угадайте, какой мой любимый цвет. Вот этот вот. Ну, он потрясающий. Я обожаю такой цвет. Вот этот самый слабенький. Я иногда использую, конечно, синий с фиолетовым. Но вот этот просто обожаю. Они классно эффектно выглядят на глазах. Они дуохромят, переливаются. Особенно зеленый дуохромит. Он такой с какого-то коричневого, золотого в зеленый. А, кстати, да. Оказывается, фиолетовый тоже дуохромит в бирюзово-зеленый какой-то. Мне очень нравится. Мне подруга на Новый год подарила. Просто радуюсь, не нарадуюсь. Также вот такое средство для глаз, которое я в последнее время часто использую. Хотя купила его очень давно. Еще год назад в Турции я купила. Это тенюшка-однушка от MAC. В оттенке I like to watch. Dazzle Shade. Их тени. И они с подложкой. Но они, кстати, очень похожи на вот эти вот. У них вайп такой же. Вот. Да. Но у них коричневая подложка. И золотое с зеленым сиянием. Очень люблю наносить их на веки как мономакияж. То есть только их, потому что их можно использовать в складку. Потому что там есть подложка коричневая. Например, пушистой кистью. А потом пальцем я наношу на подвижное веко уже, чтобы побольше именно блесток было. Если прям очень лень и вообще классно выглядит на глазах. Очень эффектно. Не жалею, что купила. Тоже для глаз. Это тушь от Belor Design. Красная. Она действительно красная, ребят. Ресницы, правда, красные. Не бордовые, не бесцветные, не черные, не коричневые, а красные. Советую именно ее, как красную тушь. Наверное, другие оттенки тоже классные. Хотя, не знаю. Просто, мне кажется, красную тушь сложно сделать. Но вот эту вот советую. Тоже вообще недорого стоила. Скажу вам кисточку. Так она выглядит. Что-то вам это даст информация. Следующее средство. Это от ByGef MUA Небледное. Это скульптор, короче. Кремовый скульптор. Вот так он выглядит внутри. У него очень классный оттенок. Он очень удобно распределяется, наносится, ощущается. Короче, всем советую. Он, правда, очень-очень удобный в использовании. Очень мне нравится. Я его использую постоянно. Теперь раньше я постоянно использовала в стике от Inflate Beauty. Теперь он немножко стоит и грустит один. Потому что я использую вот это постоянно. И последнее косметическое средство, но не последнее, что я вам покажу сегодня. Это вот такая палетка хайлайтеров. Я купила ее только ради одного. Угадайте, какого? Вот этого вот. Потому что он потрясающий, ребят. Боже, какое это сияние. Это голубые, розовые, фиолетовые блестки. Больше, конечно, голубые с розовым. Эти остальные, они такие деликатные. А я люблю, когда сияние из космоса. Увидите вы что-то или нет? Это Love Generation. 0,4 палетка. И я бы хотела, наверное, показать из одежды то, что я в последнее время люблю носить. Точнее, в последнее время то, что мне очень нравится. Возможно, я ношу это не каждый день. Во-первых, мне очень нравится в последнее время готический стиль в одежде. Это вот такой топ. Я купила его на Алике. Вообще там недорого. Он просто велюровый. Просто с вот такими вот кружевами. Тут крестик. Конечно, он мне не интересен. Ну, пусть будет. Так прям реально по-готичненькому. Здесь даже бантик. Не то, чтобы это качественно выполнено и сшито. Здесь есть ниточки. Здесь есть что-то кривое. Но за свою цену вообще классный топик. Мне очень нравится он. Прям мой стиль. Ах да, самое главное, что у меня сейчас просто помешательство на велюре. Мне очень нравится велюровая одежда. И я поэтому скупаю все велюровое. Я ее, в принципе, и раньше любила. Но сейчас как-то что-то прям поехала. Особенно черный велюр. И у меня есть вот такой велюровый костюм. Здесь такая кофточка укороченная на молнии. И брюки прямые. Просто прямые. Я купила его на Вагберис. Немножко вот здесь резинка жмет от кофточки. Тип в стиле Джуси Кутюр, понимаете, да? И еще один минус. Это то, что его нужно сразу постирать. Можно даже два раза. Потому что ткань красится. Я была у подруги и положила ноги на стол. Такой маленький столик гостевой, знаете, перед теликом, который стоит. Он белый. И там осталось синее пятно от этого костюма. Оно, конечно, оттирается ацетоном прекрасно. Но имейте в виду. И последняя вещь, которую я вам сегодня покажу, это не черная вещь. Это вот такая вот желтая кофточка, которой я уже снимала видео. Вы, возможно, ее видели. Она мне безумно нравится. Я не знаю почему. Потому что мне не свойственны такие вещи. Но меня проперло на вот такие кофточки с вот такими рукавами. И то, что она желтая. Ярко-желтая. И то, что она тут с ромашечками. И вот у нее вот такая вот штука. Тут можно удлинить. Можно подтянуть. И будет такая вот сильно укороченная. Бантик завязать. В общем, короче. Мне прямо она очень нравится. Когда я ее увидела, подруга сказала, ну, такое. Я, короче, решила, взяла. Решила, взяла. Решила взять и не пожалела. Да. А, еще один лайк, который я вам озвучу. Это будет очень интересный лайк. Я подсела на ягодные лукошки с вишней. Я вообще люблю все, что со вкусом вишни. Вишневые соки, вареньки с вишней, пирожки с вишней. И я обожаю вот эти вот вишневые ягодные лукошки. Душу готова продать, честно. На этом все. Спасибо, что посмотрели видос. Пишите свои лайки в комментариях. Ну, конечно, лучше подпишитесь на мой телеграм-канал. Потому что если вам нужны какие-то ссылочки, и вы запросите их у меня в телеграме, я вам их там скину обязательно.